МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данный конкурс мы объявили в связи с тем, что в этом году мы празднуем юбилей представительного органа города Якутска. Ему исполняется 195 лет. И в связи с этим мы решили провести конкурс правовых инициатив среди нашего населения. Данный конкурс направлен на выявление актуальных инициатив и для дальнейшей их реализации. В этом конкурсе у нас приняла участие юридическая часть города Якутска. Это студенты вузов города Якутска по юридической направленности. У нас было порядка 55 участников. А принять участие мог каждый или какие-то критерии определенные были отбора? Согласно положению данного конкурса, принять участие мог любой горожанин города Якутска. Не обязательно было требование юридическое образование. Но в связи с тем, что основным заданием данного конкурса было составление именно законодательной инициативы, поэтому в основном приняли участие юристы. Вот эти проекты, которые стали участниками конкурса, они должны помочь в чем дальше? То есть устранить какие-то правовые пробелы в действующем законодательстве? Будут ли они иметь жизнь далее? Совершенно верно. Согласно также нашего положения данного конкурса, у нас было первое, второе, третье место. И эти победившие, получается, инициативы, они должны быть претворены в жизнь. То есть они будут у нас рассмотрены на заседании Молодежной палаты города Якутска и на постоянных комиссиях Якутской городской думы. Я думаю, что мы претворим в жизнь какие-то из этих инициатив однозначно. Именно о проектах мы немножечко позже еще поговорим. Мне бы хотелось узнать, насколько активно, вы говорите, что студенты в основном принимали участие в конкурсе, так? Да. То есть молодежь, насколько активно они... При учреждении данного конкурса мы очень активно работали с деканатами наших учебных заведений города Якутска. Это СВФУ, полицейская академия, Якутская экономика, правовой институт. Вот. Нас активно поддержали, за что им большое спасибо. Направили своих студентов и сами студенты активно подключились. То есть это не было ли это принудительно, так скажем? Нет. То есть это было желание студентов, действительно? Это не было принудительно, потому что помимо студентов у нас просто горожане участвовали, да? Участвовали и магистранты, и аспиранты, то есть этих учебных заведений. Поэтому нет, конкурс у нас был непринудительный. Ну вот теперь о проектах. Какие проекты вы бы отметили, которые приняли участие в конкурсе? По каким направлениям можно было принимать участие? Вообще конкурс у нас выявил очень большую актуальность следующих инициатив в части. Это благоустройство города Якутска. Очень много было инициатив по содержанию домашних животных, безнадзорных домашних животных, собак. То есть это очень сильно волнует наше население, насколько я понял. Очень много было инициатив, направленных в части благоустройства города. То есть, ну здесь, что как бы волнует горожан, то мы и рассматривали в основном. Ну а вот давайте на одном остановимся по благоустройству города. Что нового было представлено? Какие инициативы? Вот, если говорить по благоустройству, мы отметили, да, и дали третье место. Это вот проект, касающийся атласа уборки территории. То есть у нас есть правила благоустройства города Якутска, да, и, получается, нашими участниками было предложено данное правило благоустройства дополнить разделом атлас, да, в котором бы четко была расписана схема, где какой субъект, получается, да, отвечает за уборку территории. То есть, если здесь убирает управа, то вот рядом, в граничной территории, убирает собственник, там, владелец магазина или какое-то предприятие, которое находится рядом. То есть, чтобы не было белых пятен, то есть, чтобы весь город у нас был полностью расписан, где кто за что отвечает. И, ну, благодаря этому проекту мы, может, наведем порядок у нас более такой уже серьезный. Это третье место получили, да? А за третье место что полагается победителям? Ну, у нас были призовые фонды, да, вот как бы определены. Получается, у нас за первое место мы дали сертификат на 40 тысяч рублей, за второе на 25, и за третье на 15, по-моему, если я не ошибаюсь. На втором месте кто оказался? Второе место у нас занял проект, касающийся законодательной инициативы по внесению изменений в законодательный, ну, закон Республики Саха-Якутия в части охоты, да, это вот сейчас очень актуальная тема, наверное, многие горожане столкнулись с этой проблемой, что в этом году была очень большая очередь на выдачу разрешений. Вот, и здесь у нас участникам предлагалось внести изменения в части распределения данных лицензий путем жеребьевки. То есть здесь мы, как бы, ну, все видели, наверное, в этом году был такой ажиотаж, что прям на несколько дней он растянулся. Большая очередь, сначала очередь в очередь, потом очередь за получением. А здесь вот именно инициатор предлагает провести жеребьевку, чтобы избежать вот этого вот накала. А контроль жеребьевки, как это все будет происходить? То есть открытая жеребьевка, превселюдная, так сказать? Ну, мы живем в 21 веке, я думаю, с привлечением, как бы, электронной очереди все это, ну, легко делается. Поэтому здесь проектом все, в принципе, было расписано, мы просмотрели наши комиссии, и, ну, каких-то проблем у нас не возникло. И на первом месте кто? На первом месте у нас проект студентов СВФУ по поддержке велодвижения, да, это концепция развития велодвижения в городе Якутске. Это очень такой, ну, концептуальный был проект полностью, который расписывал от начала, от терминов до каких-то конкретных действий в городе Якутске. Это и создание велодорожек, и, ну, какая-то поддержка велодвижения, ну, в целом по городу Якутску. А кроме дорожек еще что нового предлагают? Ну, здесь имеется в виду сама концепция поддержки велодвижения города Якутска. То есть город, он, у нас, вообще, вот направленность города, это же на развитие благоустройства, да, А благоустроенный город, он должен быть как для пешеходов, водителей, так и велеров. Ну, наверняка там какие-то еще проблемы поднимались, да, то есть у велеров у наших на сегодня. Кроме дорожек, какие еще, с какими трудностями мы сталкивались? Ну, и содержание парковок для велосипедов тех же, да, потом велодорожки, то есть, ну, как бы, вот, это концепция, вот, сама развитие, что мы должны предпринять для того, чтобы велодвижение в городе у нас, ну. У нас есть, кстати, в городе федерация какая-то, вот, велеров или... Да, у нас есть федерация, да, велоспорта Республики Сахай-Якутия, насколько я знаю, но здесь это была инициатива не федерации, а просто студенты. Скажите, а станет ли, по вашему мнению, этот конкурс ежегодным? И есть ли в этом необходимость? Мы изначально не планировали делать его ежегодным, но в связи с тем, что у нас было большое количество участников и очень большое количество проектов, причем проекты были очень, скажем так, сильные, да, то есть, проекты уже были готовы, практически, для рассмотрения, то есть, очень хорошо подошли к этому проекту наши участники, и мы сейчас будем работать над тем, чтобы этот конкурс стал ежегодным. Скажите, ну, а также на ваш взгляд, ну, вот, и это правовые инициативы, есть ли необходимость еще в какое-то другое направление уйти, подобные конкурсы проводить для нашей молодежи? Ну, поскольку организатором данного конкурса является Якутская городская дума, мы являемся представительным органом, органом, законодательным органом города Якутска, то здесь, скорее всего, он будет более юридическим. Мы просим наших конкурсантов направлять нам именно проекты решений городской думы, вот, и, ну, в связи с этим, наверное, в основном будет принимать участие именно та часть населения, которая обладает навыками юридической техники, но не обязательно с юридическим образованием. То есть, в принципе, здесь можно сформировать команду. Самое главное – это же идея. Основной целью нашего конкурса является улучшение жизни наших горожан. То есть, мы ищем именно те проекты, которые, ну, имеют какое-то такое основание, чтобы мы это внедрили в жизнь и улучшили жизнь наших горожан. Расскажите, пожалуйста, вот, победителей все ясно, да, первое, второе, третье место определены. Что теперь? Какие дальнейшие шаги? То есть, эти проекты будут рекомендованы? Да, как я уже сказал, эти проекты мы рассмотрим на заседании молодежной палаты города Якутска. Это тоже один из инициаторов данного конкурса. Ребята нам очень сильно помогали. Вот, после этого уже проект будет доработан. Мы его рассмотрим на постоянной комиссии Якутской городской думы, получим какие-то заключения, возможно, внесем туда изменения, вот, и, скорее всего, уже вынесем на заседание сессии Якутской городской думы. И уже депутаты города будут рассматривать данные проекты. Скажите, ну, как в любом конкурсе, есть и любимчики, зрители, так скажем, да, вот, тут хотелось бы отметить, были ли такие проекты, которые, ну, не вошли в первое, второе, третье место, но призрительских симпатий точно взяли, я об этом. Да, у нас в оргкомитете было очень такое беспристрастное жюри, туда и члены общественной палаты города Якутска, члены молодежной палаты города Якутска входили. Я входил, представители правового управления, правового департамента окружной администрации, то есть, ну, такой профессиональный состав жюри был, да. И при рассмотрении тоже отметили один проект, это проект, который касался раздельной мусоропереработки города Якутска, да, но, как бы, он очень такой был тоже неплохой, но, к сожалению, ему чуть-чуть не хватило, чтобы стать номинантом, скажем так. Ну, означает ли, допустим, что все равно этот проект в дальнейшем будет доработан и тоже сможет получить какую-то свою жизнь? Вы совершенно правильно отметили, то есть не только те участники, которые заняли призовые места, будут рассмотрены. Мы в любом случае смотрим те идеи, да, вот от наших горожан, это все равно сигналы, что можно где-то улучшить нашу работу, да. Вот, и вот в части вот как раз раздельного, ну, вот сбора мусора тоже будет, ну, скорее всего, рассмотрен. Вот, мы все их проанализируем однозначно, и те, которые будут, ну, уже пригодны для принятия, мы их обязательно постараемся внедрить в нашу жизнь. Хорошо, ну, и буквально коротко, хотелось бы узнать, вот по результатам этого конкурса, насколько, ну, так скажем, подкованные, наверное, в правовом пространстве наши жители, наши студенты были, ну, судя по вот этим вот проектам, то есть по остальным проектам, которые также были представлены. Вот, вы правильно совершенно отметили, да, вот уровень подготовки, вот я уже немного, как бы, сказал про это, да, мы были очень приятно удивлены, да, уровень подготовки был очень серьезный. То есть проекты, они были настолько тщательно проработаны, что, как бы, мы были приятно удивлены, и я вот сам вот для себя вот посмотрел, да, вот, как юрист, что ребята готовы уже, как специалисты. Спасибо большое вам за содержательную беседу нашим телезрителям. Я напоминаю, у нас был в гостях руководитель аппарата Якутской городской думы Анатолий Васильев. Всего вам доброго, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok